Здравствуйте! На телеканале Антенна 7. Время новостей. И я, Евгений Нефанов. И вот о чем речь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На что жалуются горожане? А еще рассказ мастерицы венецианских кукол. Начнем с происшествий. Два человека погибли этой ночью при пожаре Фрущевки на проспекте Мира. Сообщение поступило на пульт МЧС в 23 часа 48 минут. На момент прибытия однокомнатная квартира горела открытым пламенем. Почти час понадобился пожарным, чтобы потушить огонь. Полсотни жителей эвакуировались самостоятельно, но и понадобилась помощь спасателей. Для спасения людей, которые не смогли самостоятельно выйти из задымленной зоны, было организовано шесть звеньев газодымозащитной службы. При помощи спасательных капюшонов по лестничным маршам было спасено 17 человек, из них один ребенок. Эвакуированные люди для обогрева были размещены в автобусе. После проветривания помещений все вернулись в свои квартиры. Добавим, что по версии следствия причины пожара стало неосторожное обращение с огнем. Источник пламени обнаружен рядом с кроватью погибшего квартиросъемщика. Возможно, это не потушенная сигарета. Назначена пожарно-техническая экспертиза. Во время пожара за медицинской помощью обратилось 7 человек. Они были госпитализированы с признаками острого отравления продуктами горения. Трое из них уже к утру были выписаны из больницы. И в настоящее время находятся у больницы 4 человека. Два человека погибли. В частности, это 60-летний мужчина, который снимал квартиру, в которой произошел пожар. И его 55-летняя соседка. Женщина скончалась в карете скорой медицинской помощи при доставлении в больницу от острого отравления угарным газом. Теперь к теме всех последних дней коронавирусу. По информации Минздрава за сутки, количество мячей на домашнем карантине увеличилось на 30 человек. Всего на сегодняшнее утро в Омске 340 человек находятся на домашнем карантине. А в инфекционной больнице с признаками ОРВИ наблюдается 25 пациентов. Зараженных коронавирусом не выявлено, уточнили в ведомстве. В мире же число жертв коронавируса превысило 10 тысяч человек. Италия уже обошла Китай по числу смертей от новой инфекции. В Италии скончались уже 3405 человек. А всего в стране заражены более 41 тысячи. Ну и в лидерах по числу жертв также Иран, Испания, Франция и Великобритания. Омские больницы временно перестали проводить плановые операции и диспансеризацию. Ну а экстренную помощь там по-прежнему оказывают незамедлительно и в полном объеме. В Минздраве области отметили, как только напряжение, связанное с пандемией, пройдет, процесс вернется в привычное русло и все намеченные планы будут реализованы. Конец цитаты. Сегодня журналистам показали, как медслужбы готовы оказать срочную помощь пациентам с подозрением на коронавирус. Репортаж Никиты Иванова. Наборатура. Семь диспетчеров каждый день работают в оперативном отделе приема вызова в скорой помощи. Амичи звонят по разным вопросам. Среди них и опасения заражения коронавирусом. Вызов делегируют на ближайшую из девяти подстанций скорой помощи. И к человеку выезжает машина. По словам врачей, 19 марта с подозрением на вирус увезли четыре человека. Динамика очень разная. Сейчас стало меньше поступать. Сегодня, по-моему, пока ни одного случая. Все зависит от того, как возвращаются наши амичи из-за границы. То есть, если они будут более массово возвращаться, соответственно, и случаев может быть больше. Ведь они в основном, это случаи, когда человек вернулся из-за границы и при этом заболел обычной вирусной инфекцией, не связанной с коронавирусом. Но подозреваемого все равно госпитализируют в инфекционную больницу имени Долматова. А во время транспортировки пациента медики защищены одноразовыми костюмами врача-инфекциониста. Он состоит, первое одевается, это комбинезон. Соответственно, следующее, это сапоги на ноги одеваются. Затем поверх комбинезона одевается еще плюс хлопчатобумажный халат противопедемический. Затем шапочка-шлем одевается на голову, одеваются очки, одевается маска. То есть, таким образом, все поверхности и части тела защищаются. Врачи используют тонкую маску, а не многослойный респиратор. Нет специальной капсулы для пациента, которую используют, например, в соседнем Казахстане. После транспортировки человека машину несколько раз обрабатывают двумя растворами. По сути, транспортировка больного коронавирусом такая же, как при других респираторных инфекциях. Я хотела бы сказать, что люди, которые вернулись из зарубежной поездки, или люди, которые контактировали с вернувшимся из зарубежной поездки, при появившихся симптомах, высокая температура, недомогание, сухой кашель, да, они обязательно должны звонить 0-3, мы их госпитализируем в стационар. При всех других обстоятельствах, то есть, если человек себя более-менее нормально чувствует, но у него небольшой насморк, небольшая температура, допустим, 37, 37,2, но он переживает за свое состояние, то тогда можно проконсультироваться по телефону. По телефону дадут рекомендации по взятию анализов на коронавирус. Стоит звонить в Роспотребнадзор или по горячей линии Министерства здравоохранения с 8 до 17.45. Но в неотложных случаях все же вызывать 0-3. Напоминаем, что на 20 марта в Омске 340 человек находятся в карантине. По официальным данным, ни одного заражения коронавирусом не зафиксировали. Никита Иванов и Сергей Пайхалов. Антенна 7. Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19. Прототипы вакцин будут изготовлены в самые сжатые сроки. Вот так выглядит фото частиц коронавируса. Снимки получены методом негативного контрастирования на электронном микроскопе. Размер частиц составляет 100-120 нанометров. Это более чем в 400 раз тоньше человеческого волоса. Ученые установят самые перспективные и безопасные образцы. Рассчитают дозу и способ применения вакцины. Однако в лучшем случае внедрение отечественного препарата случится только в четвертом квартале этого года. В сетевых магазинах вечерами можно увидеть пустые полки. Это следствие искусственного ажиотажа, который вызван сообщениями о коронавирусной инфекции. Но никакого дефицита питания нет, так скажут, на многих кассах. Как же дела обстоят на муниципальных рынках? Сегодня ведь пятница. И моя коллега Марина Бугрова отправилась на губернскую ярмарку советского рынка, чтобы узнать, есть ли очереди и какие. Юлия Утехина – постоянный покупатель на губернской ярмарке. Женщину привлекает не только близость советского рынка к дому, но и качество и цена продуктов. Сегодня у Юлии плановая закупка. Всеобщая паника, признается, никак на нее не влияет. Сегодня будете прок закупаться? Прок? Я думаю, что нет, как обычно. То есть, ну как от ярмарки до ярмарки, потому что знаем, что уже свежая продукция, как бы на неделю достаточно будет. Большие очереди на губернской ярмарке собирают всего несколько фермеров. И это не коронавирусная волна, это традиционно. Илья Толмачев занимается разведением коз и переработкой сырья. У него постоянные покупатели. Разбирают молочную продукцию за два часа. Сыр, йогурт, да. Ну, сейчас уже все разобрали. Так, уже все. Осталось молоко вот на данный момент из сыворотка. Остальное все продали. Стабильное настроение и у продавцов мяса. Ирина Шлитгаур никаких изменений в рыночной жизни за последние дни не заметила. Цены как были, так и есть. Ничего не добавилось, ничего не убавилось. Спокойно, без ажиотажа и паники на открытом рынке. Пустых прилавков здесь нет, тележками продукты не вывозят. Между тем, небольшие переживания за работу рынка, как у постоянных покупателей, так и у арендаторов, все же есть. Задают вопрос часто, закроют ли ярмарки. Естественно, мы уверенно говорим, что ярмарки будут работать. Более чаще протираем ручки дверей, моем пол чаще, чтобы клининговая компания, с какой мы сотрудничаем, они более усилили уборку помещения. Кроме клининговых компаний, пожалуй, усиленно приходится сегодня работать и контролером рынка. Людей с явными признаками простудного заболевания попросят надеть маску или же освободить помещение. Но пока таких случаев не было. Марина Бугрова и Андрей Кузьмин. Антенна 7. Ну и напоминаю, что в Омске работают телефоны справочной линии по коронавирусу. Вот они, 32-60-26 и 32-62-02. В омских магазинах начали принимать к оплате туалетную бумагу. Шутки шутками. Но подобный ролик появился в одном из пабликов. Денис Ионос находит самые интересные посты и комментарии. Насмешил, удивил, рассердил. Какие только эмоции у подписчиков группы «Регион 55» не вызвал этот шутливый ролик. Автор видео хайпует на популярной нынче теме – скупки туалетной бумаги. Я вот за такие приколы и наведение паники сажал бы на неделю в тюрьму. Губернатор Александр Бурков принял участие во флешмобе. Фотография появилась в группе «100 необычных мест Омска». Я против паники. С такой табличкой губернатор сфотографировался в одном из гипермаркетов накануне. Бурков посмотрел на цены и на количество товаров в нескольких магазинах. И вот в одном из них присоединился ко флешмобу. В комментариях кто-то предположил, что Александр Бурков и сам заехал затариться необходимыми продуктами. Выбор без выбора. Видеозапись с таким названием появилась в группе «Инцидент Омск». Видимо, мама одного из учащихся 27-й школы сообщает, что накануне в учебном заведении всем родителям раздали подобные заявления на подпись. В них нужно выбрать форму обучения школьников на время введенного в Омске карантина из-за коронавируса. И в этом заявлении сразу же подчеркнуто уже изначально очное заявление на имя директора школы номер 27. Вот так вот. Выбор без выбора. Сообщает женщина за кадром. В комментариях посоветовали не подписывать подобное заявление. Только дистанционное. Все очень серьезно. Видимо, просто учителям не будут оплачивать дистанционное преподавание. Поэтому такая реакция. Ну и любимая мечами мусорная тема нашла свое отражение в группе «Омск ВКонтакте». Всем здравствуйте. Примите меры. Адрес 21 Морская, 19 Б. Сообщает автор этого снимка. В комментариях задаются вопросом, а кому адресовано это сообщение. Другие сошлись во мнении, что на фотографии можно оценить только свинство. Сами нагадили, а за них теперь уберите. Ждем новые посты и комментарии об Омске. Еще из новостей. Самым опасным участком на РТШ в эти дни является береговая линия от Омского речного порта до пляжа Советский. Эта территория со стороны правого берега по всей протяженности имеет полосу открытой воды шириной от 1 метра до 5. Однако любители подледной рыбалки рассчитывают на улов до последнего. А ведь ледяной покров день ото дня становится все более хрупким и уже не достигает безопасной для человека толщины. Сейчас в Затоне пока безопасная толщина льда наблюдается 25-30 сантиметров, при том, что предельно допустимая 10 сантиметров считается для человека. Однако весенние процессы уже начались. Это коснулось и льда РТШ, безусловно. Повышение среднесуточной температуры активизирует процессы таяния льда. И лед на РТШ становится крайне небезопасным. В субботу, 21 марта, мир отметит День кукольника. Профессиональный праздник касается работников кукольных театров, актеров, художников, бутафоров, персонала, ну и вообще всех причастных. Омский Орликин обычно к этой дате традиционно придумывает что-нибудь интересное. Во-первых, в этот раз в субботу после каждого спектакля, а их будет шесть, актеры выйдут на фотосессии со зрителями. Ну а во-вторых, амичи смогут посмотреть выставку венецианских интерьерных кукол. Анна Рыбина на правах журналиста отправилась лицезреть экспозицию раньше других. Настоящий художник, вообще я так думаю, он делает то, что хочет. А вот такие, как вот я, мы делаем все получится. Поэтому они у меня все разные. Вот я взяла вот этот кусочек ткани, и вот оно, значит, уже, значит, вот он будет вот такой. Мастерить кукол Татьяна Умрихина начала полтора года назад. Оттого и относит себя к любителям. Профессионально женщина всю жизнь наблюдала за погодой. Давным-давно метеоролог путешествовала по Европе, влюбилась в Венецию и в качестве сувенира купила на развале вот эту интерьерную куклу. Любовалась годами, а потом, уже на пенсии, решила сделать подобную своими руками. Я их делаю и с папе-маше, и потом из пластмассовых заготовок. То есть, как бы, мне ничего не останавливает, я считаю, что это не важно. Все равно я ее заболтую, выбелю. Венецианские куклы живут по своим канонам. Безликая маска, ведь это оберег, а не игрушка. Непропорциональная фигура, слишком длинные ноги и гиперпластичность. Проводка, она вся, вот она вся, вся она вот такая. То есть, она может там положить руки, как угодно там свернуть, положить там ногу на ногу. То есть, ее можно посадить. Эту куклу Татьяна Ивановна делала неделю. Больше всего хлопот снарядом. Бусинки, камешки от сломанных бус и сережек. Ими рукодельницу регулярно снабжают друзья. Ткани и фурнитура продаются в магазинах. Сейчас я вышиваю вот эти стразы, пайетки какие-то. Допустим, если я беру кусок кружева, то вот я его весь этот кусочек расшиваю. Потом уже, ну то есть, как бы мне нравится наряжать. Веками на венецианский карнавал наряжались все. Таинственные дамы в роскошные платья и кружевные полумаски. Кавалеры в бауты. Это был настоящий разгул азарта и флирта. Карнавальный костюм скрывал подлинный облик хозяина. Рабы кутили за одним столом с вельможами. Республика была золотная, никому не подчинялась. И туда весь мир приезжал, чтобы вот отдохнуть душой и телом. Гуляли, веселились и смеялись даже над эпидемиями. Как доказательство доктор Мор. Самый известный и ужасный персонаж с длинным загнутым носом, подобным клюву. Его придумал французский врач Шарль Деларме для защиты от бактерий. Во время чумы и холеры для коронавируса тоже сойдет. Доктор одевал вот эту маску в этот нос, закладывалась трава различная, какие-то там у него ароматизаторы. То есть он пытался себя оберечь. Потом одевался какой-то платок, что ни в коем случае вообще ни на одной маске не должна быть ни одна волосинка. То есть ничего человеческого не должно присутствовать. Шляпа, плащ и палка. Этой палкой он, значит, трогал больных. В 18 веке карнавалом правили герои итальянской комедии Деларте. На улицах появились сотни орликинов, пьеро, панталоны и коламбин. Пока не пришел Наполеон. Наполеон, человек не очень веселый. Ему это все не нравилось. Потом начался сказать дуэк. И он одним, про рощерку там ставит, он прекратил фестиваль. Он запретил. И фестиваля менять все не было 200 лет. Люди убрали костюмы в сундуки, а кукол оставили на видном месте. В качестве домовенка, оберега. Они разошлись по миру. И сегодня познакомиться с ними можно в Омском Орликине на выставке. А Татьяна Ивановна обещает не останавливаться на достигнутом и шить новых и новых кукол. Еще наряднее и роскошнее. Для этого мастерицы освоят более сложную технику. Анна Рыбина, Сергей Пайхалов, Антенна 7. О спорте лавина ярких поединков в состязании юных дзюдоистов. 140 спортсменов в возрасте от 10 до 13 лет соревновались в четвертом открытом областном турнире памяти героя Советского Союза Дмитрия Карбышева. Соревнования посвятили 75-летию победы. Слово Владимиру Истомину. Жесткая агрессивная борьба за захват, натиск, давление, гибкая тактика, отличная самоотдача. Юные дзюдоисты быстро прибавляют в мастерстве. Стиль турнира – темповое техничное соперничество в стойке. Динамичный натиск, захват кимоно, активное темповое раскачивание соперника, выход на прием. Яркий калейдоскоп вариантов. Стремительные победы одним приемом и напротив. Дополнительное время – битва до одного успешного действия. Каждый участник турнира стремился применить свои фишки. Борец из спортивного клуба «Академия дзюдо» Руслан Садвакасов выиграл три поединка и в каждом применял разные приемы. В первой встрече я взял рукав и, получается, сделал заднюю подножку. Во второй встрече я сбросил с плеча на базаре и потом еще сделал вставку и подсечку. В финале он делал мне битро, а я в контратаке делал. Сражение во всех поединках и номинациях соревнования. Равное увлекательное соперничество. Яркие победы дзюдоистов из разных спортивных школ и клубов. Денис Курников из «Старой» выиграл несколько схваток. Самую яркую победу одержал в полуфинале. Самый интересный момент получился за выход в финал. Когда вообще повел за собой, прям раздергал его. Но потом подвернулся и сделал просорку. В паузе между поединками – церемония открытия. Рассказ о жизни и подвиге Дмитрия Карбышева. Минута молчания. Напутственное слово одного из организаторов соревнования. Директора спортивной школы номер один Максима Раковича. Преданность Родине, сила духа закаляется в этих схватках, в этом турнире. И она присуща нашим спортсменам-дзюдоистам. И они становятся настоящими мужчинами именно на этом ковре и на этом турнире. Шквал эмоций в главных схватках соревнования. Порыв, вдохновение, серия побед на одном дыхании. Яркую технику продемонстрировал Даниэль Михайлов. Дзюдоист из клуба имени Василия Ощепкова блестяще выиграл два решающих поединка. Стал рекордсменом соревнования по общему числу побед. Я сегодня сделал подхват в самом начале за 8 секунд. А в финал я победил за 12 секунд голенью. Мне тренер сказал, что ты с ним уже боролся, ты его выиграешь. Битва в командном споре. Захватывающее противостояние достойных соперников. Дзюдоистов спортивной школы номер один, клуба имени Василия Ощепкова, команды «Витязь» спортивной школы номер 17. Напор, интересные комбинации, каскады приемов. Подсечки, броски, зацепы, постоянная поддержка тренеров. Отличные результаты. Четыре золотых медалей выиграли «Витязи» три спортсмена клуба имени Ощепкова. Мы очень гордимся нашим соотечественникам Дмитрием Карбышевым. И всегда стараемся показать себе лучшую свою борьбу. В последнее время стараюсь бросать и подхватом. Сегодня я бросил и подхватом, и подсечкой. Я с собой доволен. Шаг вперед сделала команда спортивной школы номер один. Дзюдоисты завоевали семь медалей. Карина Зарниченко выиграла золотую награду и специальный приз соревнования. Этот турнир для нас очень важен. Я сегодня вышла, сделала бросок и заняла первое место. Впереди у спортсменов три этапа в розыгрыше кубка Омской лиги дзюдо. Затем сильнейшие выступят во всероссийской спартакеаде школьников. Владимир Истомин, Юрий Дорошенко, антенна 7. Мощное соперничество омских каратистов. Более 300 спортсменов состязались в первенстве области, посвященном памяти тренера Максима Славинского. О самых ярких моментах соревнования расскажет Владимир Истомин. Множество маневров, смена стоек, позиций, короткие провоцирующие движения руками, ногами, корпусом, резкая смена направлений. Владимир Бобров, спортсмен из клуба «Атака», он в кимоно с синим поясом, ярко представил новое направление в стиле омских спортсменов. Стремление действовать быстро, изобретательно, нестандартно, неожиданно для соперников. Выигрышная тема и множество вариаций. Бобров преуспел в разрушении. Спортсмен умело вытягивал соперников на себя, стремительно атаковал в свободной зоне, выиграв золотую медаль в споре каратистов 14-15 лет. Мы на тренировке с моим тренером Алексеем Сорокином много придумали новых приемов, новых комбинаций. На этом турнире я хотел продемонстрировать эти техники. Битва тактика интеллекта в поединке Егора Титова и Михаила Звонаренко. Финты, обманные движения, резкие взрывные атаки из сложных позиций и еще более классные уходы. Ничья по баллам по активности выиграл Егор Титов. С моим тренером Иван Колода мы разработали особую технику на большие длинные удары и на короткие дистанции ногами. За вход на дистанцию и с разрыва ударами ногами. Захватывающее соперничество спортсменов 12-13 лет. Отличный настрой, стремительные, изобретательные атаки, удары из неожиданных точек. С разворота, с полупозиции. В споре девушек отличилась каратистка клуба «Атака» Варвара Фехнер. В состязании юношей яркую технику продемонстрировал каратист из клуба «Триумф» Глеб Красильский. Высокий темп, отличный контроль и просчет дистанции. Мгновенные атаки по разным уровням и направлениям. Каскады эффектных, техничных, высоких ударов ногами. Красивая победа в сильной по составу категории. Я очень хорошо тренировался, тренировал ноги вместе с моим тренером Александром Беликим. Мы нарабатывали новые тактики и удары ногами и руками. У меня все получилось в этой деле. Успех каратистов клуба «Лидер». Спортсмены подготовили свои интересные фишки. Умелые креативно меняли техники, связки, комбинации. Два каратиста Вячеслав Фильчиков и Александр Кох завоевали специальные призы соревнования. Мне понравились удары в полете, после которых я еще подсечки делал и добивал. А у меня сегодня хорошо получалось работать вторым номером. Я провел несколько контратак. Еще спортсмены и тренеры сохраняют важные нюансы мастерства, которым учил Максим Соловинский. Это тщательная отработка элементов базовой техники, перенос их в реальный поединок. Клуб держит марку. Путь продолжается. Мы рады, что спортсмены нашего спортивного клуба «Лидер» показывают разнообразную технику в том стиле, который пропагандировал Максим. И что турнир набирает обороты, количество участников растет. Композиции мастерского уровня в соревновании по базовой технике – ката. Скорость, баланс, сложность, эмоции – новые интересные нюансы. С тем же акцентом на неожиданность и креатив. Резкие отточенные движения, четкое реалистичное исполнение. Композиции российского уровня представили спортсмены клуба «Спектр» Кирилл Галдин и Полина Колчина. В первом раунде я хорошо сделал прыжок, очень четко все сделал. И конец. А во втором я хорошо сделал дорожку. У меня самый сильный момент – это когда я прыгнула прыжок второй во втором круге. Я его прыгнула высоко, и так не умеют многие прыгать. Отличные командные результаты. Лучшую сумму баллов набрали каратисты клубов «Триумф» и «Атака». В числе призеров спортсмены команд «Лидер», «Сокол» и «Спектр». Следующее соревнование у наших каратистов на российском уровне. Все сильнейшие спортсмены выступят в первенстве Сибирского федерального округа. Турнир пройдет в ближайшие выходные в Красноярске. Владимир Стомин, Юрий Дорошенко, «Антенна-7». И последнее. Амичи выбрали имя для малыша Капибары. В детском экоцентре у Капибар, Капыча и Марфы родился детеныш. Два месяца его выхаживали сотрудники учреждения. В квартире одной из сотрудниц он питался козьим молоком и искусственными смесями. И за отчетный период успел съесть все запасы традисканции из оранжереи. Но вот уже месяц Капибара живет в собственном вольере, в экоцентре. И администрация Омска объявляла конкурс на лучшее имя для грызуна. В итоге с небольшим преимуществом в голосовании победило имя «Макар». Таковы новости. Я желаю вам приятных выходных. До встречи. Новости. Официальная группа ВКонтакте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова